Будь не грешному, поздравленный гос, ходи помилуй меня. Лишься славясь и грешил, господи, прости не грешными помилуй. Отче наш, и живите на небесе, да святится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя, як он на небесе и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, як же и мы оставляем ложником нашим, и не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое, и царство, силы и слава вовеки. Аминь. Господи, освяти дары, посылаемые для подкрепления немощной плоти, словом истинной молитвы, и сердце исполни благодарностью, и даруй доброе памятование об этих дивных днях изобилия, когда ничего этого не будет, да будет благословенно тот день, это место, и все приезжающие, отъезжающие, почти добрые жители, хороши пределы в общем, даруй мир в стране нашей. Хвала Тебя, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Как работали? Первый вопрос. Кто старший-то был? Ну, вначале я старший, а потом братья тут смотрели. Ну и как? Работали хорошо. Ну, все, видите, как приятно. У меня есть замечания. Сегодня неделя, мы приехали в среду. Ну, говори. У меня к Тарасу много раз сидел, что-то, сидел, кого-то там ковырялся. Что он там ковырялся, не знаю. И там кожисть, то и щепку разглядывал, то и щепку. Ну, вот так вот. Так что случилось? Я держал, они с ними. Ну, нет, а потом что-то ты под козликами искал, потом что-то стоял тоже. Мне даже кто-то... Человек ценится трудом. И когда все работают, в это время не надо с чем заниматься. Это в свободное время надо. Не пить во время работы. А как только дали слово, вот так, смотрите, прямо ноги. Поставьте место. Я смотрю, Нестор стоит на готове, а ты где-то вдалеке от пилы стоишь. Правильно говорит? Было такое, Нестор было, нет? Да. Вот, Нестор. Так я не понял, как работал-то он? На тройку, то есть... На тройку? Плоховато все-таки. Ну, избирай наказание себе какое. Плохо работать, это... У нас написано преступление. Или остаешься без первого, или один горячий. Что лучше? Не бойся ты-ка никогда. Ну, давайте первым. Что, без первого? Чтоб горячий не получить. А вот это зря. Это зря. Когда человек смело идет, ты лучше дай горячий. Я, как правило, говорю, ладно тебе. Ни горячего, ни чего, садись ешь. Это нехорошо. Еще раз предлагаю, что изберешь? Один горячий, или без первого? Я сейчас поговорю вам. Ничего уже не избаваешь. Становись. Так, Игнать, тихо. Становись, коров повели. Еще замечание. Уже начали тут клички друг другу давать. От кого это исходит? Ну, я слышал, вроде как от Паши. Паша, тебя назвали, быстро сюда. У нас нельзя обзывать. Никаких смещек. Серый, клейкий, голубой. Чтоб ни одного слова нигде не было. Мы братья во Христе. Мы все верующие. Руки. Тебе, что говорят? Это действительно соответствие действительности? А зачем ты это делал? Такой шустрый ты или что? Если лично над кем смеешься, я легко твой смех превращу в плач. Прямо сразу. И на молитве они вчера смеялись. Смеялся конкретно. А что случилось? Выходите, кто смеялся? Перед едой, да, смеялись? Или после еды? Нет, не перед сном. Это тоже смеялся. Все смеялись. Смеялся, Ваня. Сейчас с Пашей разберемся. Все смеялись. Паша, ты на кого говорил? Какие слова? Тихо. На кого ты на кем смеялся? Давал прозвища какие-то? Как Арсений Ваня. У кого? Арсений Ваня. Попроси у всех прощения. Чтобы я вот так подойди, поклонить, скажи, простите меня, я больше никогда не буду этого делать. Иначе сейчас драть буду. Вот так. У Арсения проси прощения. Тоже обижал его? Да. Так, вы его просили? Да. Слушаю вас. Смеялись, да? Это потому, что Паша клички смешные придумывал. Мы не могли отдуматься. Мне пытался не понравиться. Ну, бывает и смешное, но вовремя надо отдернуть. Это знаете, когда мы сказали, не надо. У нас есть здесь смешное. Мы смотрим на птичек, смотрим, где-то воробей украл у курицы что-то. И глянишь, и смешно даже. Я иногда стою, и даже мысль подойдет, и смешно сделается. Так, становитесь. Еще нет. У меня известие пришло. Письмо. Письмо непростое. Я скажу, что может в Алтайском крае никто не получал такого письма. На, подержи пока конверт. Вот, слушайте. На, посмотри, Бланк. Сейчас он снимет это, чтобы было видно. На кого-то он лает. Кто-то сбегайте, посмотрите. Там скотина идет или еще что-то. А что он с ним такой? Как? Ну, все. Скотина идет. Скотина идет. Скотина? Ага. Коров гонят? Да. Меремия. Ну, значит, впереди. Экстреблибрис. Русская православная церковь. Московский патриархат. Алтайская метрополия. Православная религиозная организация. Барнаульская епархия. 656-008. Алтайский край. Город Барнаул. Переулок Ядренцево, 66. Телефонный пакс. 385-2-63-47-17. Номер 143. 656-056. Город Барнаул. Улица Позвенова, 6. И.Т. Лапкино. 3-го июня 2015-го года. Мир вам и Божие благословения, уважаемый Игнатий Тихонович. Как говорится. Благодарю вас за высокую оценку моих трудов на Барнаульской кафедре. С помощью Божьей буду и дальше продолжать свое архипастерское служение на богоспасаемой Алтайской земле. «Содействуя всему доброму, что происходит в жизни народа и церкви». Не крутим куражкой, не надо. «Содействуя всему доброму, что происходит в жизни народа и церкви». Надеюсь, наше общение с вами будет и дальше продолжаться и укрепляться. Ведь все мы должны одно общее дело делать. Нести Слово Божие людям. С Божьим благословением. Сергий, митрополит Барнаульский-Алтайский, глава Алтайской митрополии. Еще это стоит? Да. Хотя я послал ему только копию письма, которые написал патриарху. Человек, который ничего не разбирается, он сразу начинает ругать. «Как вы говорили? Я патриарху пишу и сразу патриарху Кириллу Гундяеву. Отчетца Игнатия Лапкину». Никаких там возвышенных званий. У каждого есть что-то свое. А далее стал говорить на тему, как опасно рукополагать неподготовленных. И взял из житья, выписал из льва. Папа был такой. Он молился, он думал, как отойдет из этой жизни. И молился около гробницы Петра, апостола. И он ему, Петр сказал, я молился. И он молил Господа, все тебе прощено, кроме одного греха. Кого ты незаконно рукоположил? Я патриарху сказал, а теперь это вас касается. Кого вы рукополагали? Каких голубых, краснопогонных? С вас какой спрос будет? И поэтому благодарю вас, что вы в Алтайский край рукоположили. Такого епископа у нас нормальные отношения. Ну просто никаких заскоков нет. Он еще только приехал и сразу к нам приехал. Сразу же. Это он уже третий раз у нас был. Ну и копию послал ему. Человек, который не разбирается, он может сразу, а как вы разговариваете со старшими, то другое. Он оценил это? Он оценил, он понял, что здесь все как есть. У нас был здесь архиепископ, потом он стал митрополитом, Гедеон Ставропольским, Докухин. И когда он уезжал в Тобольске, мне передали, он сказал, я был архиереем 13 лет. Мне только один человек, правда, в глаза говорил. А вы все лицемерили только. Вот и конечный результат. Хотя у нас были прям настоящие сражения с ним. Ну из-за проповеди, из-за благовестия. Потому что на суде Божьем потребуется не наше увиливание какое-то, а правда по совести. Совесть это главный индикатор. Совесть первичнее Евангелие. Когда не было написано ни одной строки Моисеем, а как люди тогда жили? По совести Златоуст говорит. Поэтому совесть первичнее Евангелие. Это не Ерема, это девочка. Что? Это женщина, конечно, Лиза. Ну сейчас никак, мы все уезжаем. Уезжаем. Мы едем. Так, мы подготавливаемся сейчас. Ну давайте ее поприветствуем. Идите сюда все. Доброе утро, Лиза. Доброе утро. Хорошая девочка. Можно сюда. Опасно, что она где-то стеснится. Это у нее дымок. Тобачка. И те овечки. Мы ее сюда послушали. Вот. Которые девочки еще не посли, они бы могли пойти. Но это другой раз. Потому что сегодня мы все едем. За солодкой. А платочки? Уходим пешком. Вот где столбы идут. Он там где. Деревья там вот по столбам. Туда мы идем пешком. Я возьму с собой всех до одного. До одного. И только обратно пойдем. Наш, чтобы груз, лопаты загрузили. Чтобы на себе не тащить, пойдет машина. Пальцы не грызьте. Так. Наши отбросил. Так, идемте дальше. Да можно здесь простоять. Подождите. Маленький. Так, ты хотела бы на... За солодку. Хорошо. Так. Остается у нас одна Люба. Да давайте запрем лагерь. Все уйем. У нас будет время. Мы же там не будем до самого обеда. Договорились. Так. Это лопаты, которые наточены, острые. Нужно очень осторожно работать. Мы взяли оселки. Бывает где-то что-то не так. Сушится никакие игры не будут. Вы будете друг от друга на расстоянии. Чтоб друг друга не задеть. Взрослые и около него будут, которые один-два ребенка. Одни будут там что-то делать. Другие там вода есть мыть. Ее. Мы взяли мешки. Каждый в свой мешок. И положит там какую-то заметку. Что-то его. Когда приедем, перемоете. Положите. Половина сразу на две кучки. Половина лагерь забирает. Это лагерная. А другой между собой делитесь, с кем вы копали. Кто-то со мной будет копать. Кто-то с Владимиром, с Никитой, с дядей Витей. Так. Все. Видите, какие у нас сегодня сообщения. Садиться нельзя до сады. Здесь председание. Смело. Они потом полезут на угол, а потом на улице. Кто полезет? Кто полезет? И приснушки. У меня уже на лбу. О, у тебя измельчат. Так. Слушайте внимательно дальше. Что-то говорить. Поехали. Значит, на молитве дома и всегда вспоминайте патриарха. Тихо. Молча. И митрополита Терри, которые здесь есть. И наш митрополит Иларион. Это русско-православная церковь за границей. И мы к ней относимся. Чтобы между нами был мир всегда, любовь, согласие. Русско-православная церковь за границей. Так. У кого ноги больные? Никого таких нет. Идем все. Так. С этим надо посмотреть, чтобы одеты были. А обратно там посмотрим, с какого момента, тогда заберем проехать. Оттуда мы можем проехать на слезун. Чтобы слезун порвали. Они узнали, где слезун. Там есть отдельное озерко. Ну, вы будете знать. Когда будем говорить, называть Андрея Шенлок, вы чтобы знали хотя бы приблизительно название местности, какое есть. Платочки все? Платочки. Так. Выходи, у кого платочки нет. Выходи. Мне не надо ничего говорить. Мне нужно, чтобы был платочек. Так. Старший, иди сюда. Мы договорились, что ты за нее отвечаешь. Тебе сколько лет? Полная. Семь? Ну, не полная, наверное. Или полная? Да, семь полная. Почему ты не проверил, что у нее нет? Она говорит, что у меня есть, есть у меня. А ты проверь. Видишь, она есть, есть, а на деле нет. Сегодня нам некогда вас посылать бегать. Сделай платочек, чтобы был. Не надо, не трогать. Не надо. Это не платочек. Он и так маленький. Чего придумал? Где у тебя? Где лежит платочек у тебя? Нет, у меня в куртке. В куртке? Бери. Ну, иди, бери. Ну, сядь, пробеги. И каждый раз проверяй. Я вам память пришиваю, чтобы вы были памятливы, русские люди. Так, все, за стол садимся. Я уже привык. Там можно окрасную тряпку. Видите? Да. Давай. Игнатий Тихонович, я тут Пашу оттуда разделил. Они там разговаривают. Пашу я вот сюда посадил. Напротив меня посадил. Напротив, Игнатий Тихонович. Первое, это стюри вынести. А, Володя. Там тоже будете разговаривать. Разденивам. Шарик. Шарик. Где наш шарик? Шарик. Вот наш шарик. Да, шарик. Эх, охота побегать. На всякий случай, возьмите несколько кирпичей хлеба, разрежьте их, чтобы... Так, форму дайте Тарасику. Можно будет поесть малейко. Возьмите пряник, и все поспуснее. Они встанут оттуда, подзакусят и домой. Так. А, что там стоит? Давай сюда. Иди. Иди сюда. Тарас. Вот сюда. Кто у нас наказан, вот туда стоит. Вот здесь стой, не садись. Я дежурный. Нет, он дежурный. Я дежурный не буду. Дежурный не будешь, ты наказан. Подожди. Он наказан. Тогда кто дежурный еще будет? А что вторую забрали? Куда? У нее, этот. Что-то она насморком. Передай всем ложки. С этот. Вот у нее не здоровый. Часку еще... Так, тут постарше, девочки, давайте быстренько нам. Передайте всем. Сейчас дадим святую воду. Маленечко ложкой возьмете. Внимание. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Аминь. Во славу Божию. На, поваленечко, чуть-чуть вот в ложки, на. Передавай. У кого нет ложки, передай им туда. Вон туда себе. Не хватило ложек. Ложки нет. Так, сейчас ложки передадим. Так. Я сказал, мне облака сейчас со скамерикой не забирай. Только на второе сядешь. Отодвинься, отодвинься вообще. Встань вот так. Вот так. Так. Виктор Николаевич, передай, чтобы каждый себе хлеба взял. Посмотри, сколько хлеба. Берите так, передай. Куда оно, не надо, не надо. Это наше. Туда перекинь дальше. Берите вот так хлеба себе. Не вернете эти кружечки. Перегоняй туда. Просили сегодня ту столовую, но там мокрое. После обеда. В обед туда можем уйти. Потерките маленько. Так, доделайте себе, пожалуйста. Давай. Передавай. Это тебе. А губчики прислали нам. Так, кому можно. Покажите, что сегодня привезли еще там. Покажите. Покажите, что случилось. Первое. Первое будет. Второе. Так, влечневое. Третье. Хочем одним зерно. Одно зерно. Так, у вас будет. Друзинца, не дай ложки. Давай, хватит. У кого кругочка осталась, мне круг. Вот так. Показывай, Володя, все. Сейчас оттоложи, что буду делать. Кому половинку супа показывайте. Ты лишен первого, но не лишен моркови. Так, еще. Вот это возьмите, еще хлебомаром. Хлебомаром было помолвым, маленьким, а потом... Потерпите еще, тут комары, конечно, много. Это горячий. Больше ценить будем кустоловым. Они большие, пополам их ломай. Ты опять ешь, как мышка. Пополам ломай. Как ты не научился. А где у вас оттуда? Большие куски, братья. Вы туда зачем все большие куски угналы? Бог Николаевна. Им же есть мелкие и нареженные. Где вы это показали, что мелкая и крупная? Где? Все уже прошло, об этом не надо делать. Так. Простите. Все. Возьми у этого. У Тимошки, возьми ложку. Вот щеточку дай. Вот. Вот. Пополам кусочки. Обломай. Так. Теперь. Так. Тюка, давай-ка. Давай сюда. Я подам. Так. Вы мне давайте тёпку я заберу, чтобы вам было бы с ними не работало. Так. Забери. Уронил. Дай другую ложку. И этому Арсению дай. Дайте. Арсению ложку дай. На. Я косрану тебе уронил. Не Арсению, Игнатьевич. Так. А? Не Арсению. Вы сказали Арсению. Тараси. Тараси. Ты опять облокотился. Встань прямо. Чё ты облокотился? Держи-ка. На, съедай. Так. Теперь всем там раздали. Ага. Так. Все. Возьми. Вон, в баню, на баню походь. Вон, в баню, на баню походь. Вот. Да. Накова. Николай. Води. Володя. Угу. Так. Води там всем, посмотри. Здесь. А всем там? Да? Да. А ты вожи. Ну, все. Угу. Так, а теперь смотрите как по второму штуку, второй сейчас я...